Недалеко от городского поселения Загорянский у КПП в поселок Лосиноостров-1 жители семи коттеджных поселков организовали санкционированный митинг. Однако люди с транспарантами вовсе не выступают за какую-то политическую партию. Их общая цель – обязать застройщиках группу компании Лосиноостров сдать инженерные сети в эксплуатацию и передать их муниципальную собственность. По словам жителей, подписать акт о передаче сетей пока невозможно. Часть коммуникаций еще не построена. А те, что есть, возмущаются митингующие. Застройщик сдал в аренду управляющий компанией Вильсервис-Щелково, с которой жители договор не заключали. Лично я заплатил за свой участок 2 миллиона 800, чтобы у меня была канализация, вода, газ. В итоге у нас вода неизвестна какая, потому что Санпин они подложили другой. Канализация неизвестно куда уходит. Электроэнергия, тариф вообще какой-то непонятный. Как оказалось, застройщик действительно имеет право заключить договор с управляющей организацией без согласия жителей. Правда, только до того момента, пока поселок полностью не будет сдан. Ко всему этому за недостроенные сети Вильсервис выставляют немалый счет. В месяц каждый владелец участка должен заплатить от 1600 рублей и выше. Избавиться от нежеланной управляющей компании жители смогут только после сдачи поселков. Но до этого момента еще далеко. Разослали нам всем договора, не спрашивая, не голосуя за них, а прямо разослали договора. Где-то 1650 рублей за сотку. Это вот за мой участок 13,5 тысяч, не включая расходов по воде, электроэнергии и так далее. Немалые цены Вильсервис Щелково установила и за проезд на территорию участка. Компания взимает плату 50 рублей, если к собственнику, например, приехали гости. За въезд грузовых автомобилей от 150 до 1500 рублей владельцы участков решили бороться за бесплатный проезд. От сбора средств за пользование дорогами управляющая компания Вильсервис Щелково добровольно отказываться не собирается. 1400. Один заезд. Да, один заезд. А с какого поселка? Василий парк 2. А 10-тонная 650 рублей, а газет 150. Мы даже провели публичное слушание и написали заявление в земельный комитет, в котором просим публичный сервитут нам на дороге, публичный бесплатный сервитут мы написали. Ответ будет у нас 18 декабря. При продаже участка застройщик обрисовал радужную картину и расхвалил место. В итоге жители коттеджных поселков стали заложниками ситуации. Во время митинга владельцы земельных участков собрали подписи и направили коллективное письмо в Генпрокуратуру. Надеются, там разберутся. Мария Масайли, Сергей Василевский, телерадиокомпания Щелково.